Разговорные фразы, которые вы, конечно же, используете на русском языке, но, вероятнее всего, не знаете, как сказать их на английском. Когда мы кого-то благодарим и говорим, это очень мило с твоей стороны. В английском языке никаких сторон мы при этом не используем. Мы говорим То есть что-то хорошее of you, от тебя, с твоей стороны. Такое дерзкое выражение Выражения сегодня никак друг с другом не связаны, это просто повседневные выражения. Например, я наелся. Как за столом сказать, что... Триша, не трогай, пожалуйста. Как сказать за столом, что я наелся, все, я сытый. Я полный, I am stuffed, я нафаршированный, я набитый. Или, например, I could not eat another bite. Я бы не смог еще и кусочка съесть. Желаем человеку счастливого пути. Отправляем гостя домой. Что мы ему скажем? Drive safe. Рули аккуратно. Если наш друг или коллега подтормаживает, ему можно сказать такие выражения. Глагол to stall означает тормозить и прокрастинировать. То есть, когда мы что-то не делаем, потому что боимся, может быть, это сделать или откладываем что-то. Stop wasting time. Хватит тратить время. Или quit hesitating. Stop hesitating. To hesitate колебаться. Тоже прокрастинировать в какой-то степени. Stop stalling. Или, например, нам нужно сказать не зацикливайся на чем-то. Тут есть несколько вариантов. Stop fixating. To fixate. Да, фиксироваться на чем-то. Есть еще выражение to dwell on something. С чего ты это взял? Как тебе это пришло в голову? Where did you get that idea? Откуда ты взял эту мысль, эту идею? How did you come up with that? Смотрите, эти предложения немного отличаются. Where did you get that idea? Подразумевает, что откуда-то там эта идея пришла. А может быть, кто тебе это подсказал, кто тебе это внушил. Откуда это пришло вообще к тебе? А если how did you come up with that? Это значит, как ты сам до этого додумался. Как это в твоей голове родилось. Where did you get such a crazy idea? How did you come up with the name She-Hulk? To come up with the idea. Это значит, придумать какую-то идею. Самому ее сгенерировать. Дальше выражение с какой стати. С чего бы это? И мы можем просто сказать. Вопросительный знак. Либо мы можем дальше что-то добавить. Why on earth would I do that? С чего бы мне это делать вообще? С какой стати мне это делать? Why on earth would I go? Когда мы говорим про какую-то пару и хотим сказать, что они друг другу подходят очень хорошо, мы используем слово match. Match это подходить, сочетаться. They are a good match. Они отличная пара. Они отлично друг другу подходят. Как пазлы. Можно сказать, they are made for each other. Это такое более романтическое, они созданы друг для друга. They go well together. They go well together. Немножко так как-то странновато звучит, потому что мы так можем про какую-то еду сказать. Или про вино, подходящее к рыбе. Допустим. Но, то есть, они как бы тоже друг другу подходят, они друг друга дополняют. Дальше выражение, которое, возможно, вам на работе может понадобиться. Коллеге сказать, ну, приступим уже там, давай займемся делом. Shall we begin? Are we starting or not? Начинаем мы уже или нет? Can we get on with that? Давай уже начнем это делать. Это уже такое более нетерпеливое выражение. Или, если вы только что обсуждали, что вы должны сделать, можно сказать просто. Shall we? Ну, давай уже. Дальше у нас выражение такое. В чем тут подвох? What's the catch? Или what's the hidden cost? Это более формальная. Какая скрытая цена, да, что мелким шрифтом там прописано. What's the hidden cost? Но what's the catch используется чаще всего. Я на это не куплюсь, я в это не верю. Прям в прямом смысле. Я на это не куплюсь. I'm not buying it. I don't believe it. I'm not falling for that. I'm not falling for that. Это не только я в это не верю, но еще и как бы я... Меня этим не провести, я на это не куплюсь. Меня этим не обмануть. I'm not buying it. Oh no, I'm not falling for that. Решать тебе выбор твой. It's up to you. Ну, разные варианты тоже есть. Можно сказать, it's your call. You decide. Ты решай. The choice is yours. Выбор за тобой. Выбор твой. Расслабься. Не парься. Take it easy. Relax. Chill out. Don't stress. Don't panic. В зависимости от ситуации. Relax. Take it easy, buddy. Я займусь этим прямо сейчас или я уже в процессе. I'm on it. I'm on it. В зависимости от контекста, либо я уже, вот уже сейчас прямо этим занимаюсь, либо я уже вот начинаю, прям все, мои руки уже лежат на пульте управления. I've got it covered. Это значит, все схвачено, все окей, я этим занимаюсь. I'll handle it. Опять-таки, я справлюсь, я разберусь, я разрулю. I'm taking care of it. Ну, это тоже синоним. I'm on it. I've got it covered. Ничего страшного, пустяк. It's not a big deal. Это небольшое дело какое-то. Или сокращенно можно сказать No biggie. It's nothing. Don't worry about it. Не волнуйся об этом. Can't be a big deal. It's nothing. Nothing. Когда мы просим человека перейти сразу к делу, без лишней болтовни, мы можем сказать Cut to the chase. Get to the point. Skip the small talk. Skip пропустить, да? Пропусти болтовню. Когда у нас кончается терпение, мы хотим сказать, что это последняя капля. Мы не скажем, что это капля, мы скажем, что это соломинка. It's the last straw. Можно сказать I've had enough. С меня довольна. That's enough. That's it. I'm done with this. Все, я умываю руки, все, с меня хватит. That's it, that's the last straw. Get. Если мы удивляемся или недоверие свое высказываем, или то и другое, мы скажем Ты издеваешься? Are you kidding me? Kidding me. Да, ты ребячишься со мной. Или You've got to be kidding me. Are you serious? No way. You can't be serious. You can't be serious. You gotta be kidding me. Если кто-то попал в какую-то сложную ситуацию, и мы его поддерживаем, говорим ему не сдавайся, мы ему скажем Hang in there. Hang in there. Виси там. Виси там давай. Stay strong. Будь сильным. Don't give up. Не сдавайся. Keep going. Продолжай двигаться. I'm coming. Hang in there. Hang in there. И если мы хотим что-то завершить, все, мы говорим на сегодня хватит. Все, закончено, день закончен. Больше мы этим не занимаемся. Давай, сворачивайся уже. Ну, на сегодня закончим. На сегодня все. И на сегодня все. Все эти слова с примерами в виде файлика вы можете скачать в моем телеграм-канале, ссылка под видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на этот канал, потому что здесь много всяких полезностей про английский язык.